Кладоискатели В вашем будущем будет много интересного Но об этом другая история Так как сегодня у меня произошло то, к чему я шел очень долго, то, о чем я мечтал Два с половиной месяца пользуюсь 705-й и сегодня впервые нашел серебряную монету Привет! Очередной у нас выезд Бонни на Коп Камрад занимается поисковым делом не один, а с боевой подругой Бонни Бонни интересная подруга тем, что любознательна и постоянно попадает в интересные смешные истории А вот так вот, вот так Все будем делать, а? Девочка моя, что будем делать? Как решать будем? Ага, 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 нельзя, иди сюда Иди, вот тут, как ты калиточка, да вот, да не туда, не туда, Бонни Посмотрите на кого она похожа Сидеть! Бонни, где ты была? Как черт гряд, ты домой пойдешь пешком сегодня Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно Мир для нее внизу Только дорога цветов Всем, кому интересно поисковое дело Поддержим новичка в нелегком деле Подписываемся, дружим и устраиваем совместные копы Пожелаем удачи и быстрого развития канала И хороших находок Всем, ребят, привет! Сегодня у нас очередной выход На шурфах давно не участвовал И просто-напросто как пацан соскучился Не просто по шурфам, а по своим пацанам, которые совместно со мной всегда копают В общем, сегодня мы выехали Встретились В общем, ситуация у нас сложилась так, что Дмитрий, с которым копаем, находится у нас в больничке В общем, сейчас прокапывается, тоже подъедет сюда На месте оказался Михалыч Место встречи изменить нельзя Звонил ему Телефон недоступа Значит, он находится именно на этой деревне Женька тоже созвонился Сказал, что дела семейные Быстренько все улавит и приедет Встретились, приехали Ждем одного Дмитрия В общем, камрады здесь были С московскими намерями Зашел к ним, посмотрел, поздоровался Меня один из них узнал В общем, меня смотрят Интересная находка Я, правда, не заснял Подняли они медаль на фундаменте За освоение целеных земель Во, такую медаль я первый раз вижу В тяжелые послевоенные годы Страна нуждалась в продовольствии И коммунистическая партия Советского Союза Принимает решение расширить границы Для посева зерновых культур Перед гражданами СССР стояла нелегкая задача В кратчайшие сроки Освоить огромные площади Целинных и залежных земель Тысячи людей с энтузиазмом Откликнулись на призыв партии В разные уголки необъятной Родины И по комсомольским путевкам И по велению сердца Они отправлялись на всесоюзную битву За хлеб Только в 1954 году в северных районах Казахстана и Сибири Было создано 425 целинных совхозов За два года было распахано почти 42 миллиона гектаров земли К 1960-му посевные площади в целинных районах Расширили свои границы почти вдвое Производство зерна увеличилось втрое Сегодня только по официальным данным Такая же по величине площадь зарастает бурьяном Стерты с лица земли трудовые заслуги Героического поколения Советского Союза Ну советики тоже подняли И Михалыча отыскали здесь с Женькой И сейчас зафундимся Фунт в принципе уже находки дает Очень стекляшечка интересная была Сейчас я вам покажу Таких стекляшек нету И за радость иметь такую стекляшку в коллекции Так что ладно Приступаем к шурфлению Ребят в этой деревне постоянно ветер Так что не описывайте Показываю находку Михалыча Смотрите Какая бутылочка Ай-яй-яй Смотрите С обоих сторон Божественные силуэты Бутылочка просто огонь Ее почистить Залить в нее красивую жидкость И она будет просто шикарная Ну что Четыре монеты он здесь собрал Советские Ничего интересного Двушка 45-го Пятачок 61-й Серебро РСФСР 10 копеек И Николай Одна, вторая копейки Вот Так что Пересоединяемся К шурфу Итак, ребят Ну что Фундамент у нас вот такой вот Михалыч, смотри Смотрите, какую я Наверное скопал Где-то примерно, блин С головкой Метра два Я же Проверил Своим щупом Вот здесь вот Эпицентр Ну, в принципе Здесь Тоже хорошо он уходит Первый слой Был отвратительный Боролся вот с этой вот Хреновиной Это вообще жуть, ребят Если встретить вот такой вот Это полный Г Потом Штык лопаты Был Как бы такая целина Неприятная Но Щупа показала Что внутри Есть засыпка И она, в принципе, радует Тем, что Это засыпка Встречается Стекло Керамика Ну и Здесь вот Михалыч закончил Шурфить И я решил прикопать Срезая Вот видите Слой И засыпаю За одну Дыру Фундамента И вот смотрите Какая вещь выпала Ай-яй-яй Ай-яй-яй Это штык-нож, ребята И не просто Штык-нож А с первой Мировой войны Здесь вот Смотрите, даже Кровоток остался Вот он И я предполагаю Это Где-то Образец 1888 80-го года Возможно Даже От винтовки Мосина Я не специалист По войне не копаю Так что не знаю Но вот такая Зачетная Вещица Такая вещь у меня Встречается на копе Уже второй раз Там у меня была Гарда Немножко изогнута Вот А здесь вот Прям вот Как настоящий Штык-нож Вот такой вот Чудесный экземпляр У нас На шурфе Это наш штык-нож 1895-го года К винтовке Системы Манлихера Образца 1895-го Штык Для унтер-офицерского Состава Отличается От штыка Для рядового состава Загнутым вперед Концом Крестовиной И подвижной Петлей Для темплера На головке Так что Наша находка Меня очень порадовала Всем таких Сигналов Под катушку Зачетно Зачетно Всегда радуют Такие вещи Хоть у нас воин не было Но все равно приятно Находить Вот такие вот трофеи С первой мировой войной А может вторая Кто знает Специалисты Прошу отписаться Вот такая вещица За эту находку Уже Палец кверху Я заслужил Покопал Как бы уже минут сорок И Тяжеловато Ну классно Продолжаем Ну что ребят Сижу я в яме И первая у меня Зачетная Ну как зачетная Монетная Красавица Красавица в том что это 1920 Какой-то год 10 копеек Серебряные Судя по всему Где-то Примерно 28 29 30 Года Но пока Не знаю Какой именно Год Но приятно Серебро Походу Или Я ошибаюсь Ну ладно Время покажет Ну что ребят Находка Стоит вашему вниманию Желтенькая Кругленькая Так Ох Какой Сохран бодрый Ай-яй-яй Никакой зелени на ней нету Год Надеюсь Будет ценный Та-дам Тридцатый год Всего на все Тридцатый год Ничего особенного Ничего особенного Будем чистить И смотреть Возможно Он у нас Из разряда Разновидностей Будем надеяться Так что идем дальше Ну что ребят Надеюсь Шикарная находка Вот как она сейчас лежит Так я лопатой И вытащил Так Берем зелененькую Так Что это у нас А это у нас Николай Три копейки Год 1902 Зачетная Такая знаете Патина Все Смотрите На глазах На глазах Монета светлеет Была зеленая А сейчас смотрите На глазах Хоп Светлеет Это доступ кислорода Влияет на медь Это доступ кислорода Влияет на медь Зачетно Первое Царское сегодня Но я сегодня выбрался Не просто покопать Ребят Повторюсь еще раз Выбрался Я сегодня Пообщаться с друзьями Давно не виделись Михал что ты соскучился? Столько же не видеть Да? Засранец Вот А я вот если честно Прям Как пацан Радуюсь Встрече Женька увидел Прям Улыбку У меня растянулось До ушей Вот надеюсь Дмитрий Вон Женька идет Как раз Дмитрий придет Надеюсь Тоже пообщаемся Ну ладно Продолжаем Итак ребята Михалыч выкопал ведро И у нас тут дискуссия Михалыч говорит Что это каска Немецкая каска Ну для каски она ребята Тяжелая Не может быть Чтобы это каска Но Михалыч говорит Каска и все Вот смотрите Видите изогнута Ну как то Площадь Низкая Они обычно высокие Такие каски то Женька говорит Что это возможно Котелок Но я тоже наверное Все таки присоединяюсь Вот Какая ты тут Наплаваешь Я тоже предполагаю Что это котелок У вас версии есть? Варианты Специалисты по войне Расскажите Каска это Или все таки Котелок Чугунный Или железный Не знаю Ну Просто здесь мы еще подняли Штык нож Не знаю Не знаю Жду комментарии Ладно Перекур Чай Ну что ребята К нам присоединился Евгений Побродил он что-то И вот Верховую прям Представляете Штеклопаты Верховой Ух Пять копеек двадцать четвертого года Нифига себе Крупняк Ништяк Классно Первая Зачетная сегодня у него находка Держи Это самая крупная сегодня пока У меня трешка была царская У него пятак Молоток 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 Ладно Будут еще находки Будут А я шлюпом здесь протыкал Сказал Жень Здесь вот можно копать И вот Копнул себе пятак двадцать четвертого Стоимостью тысяча двести рублей В каталоге Но его еще надо умудриться продать по этой цене Ну ладно Пойдем дальше Ребят сигналов мало здесь Но если сигнал есть То он Хорошо Прозванивается Сейчас у меня Выпала Двушка Тридцать пятого года Обратите внимание Тридцать пятый Старый герб И цена Я даже сейчас не знаю Но вы уже знаете Прикладываю Дорогая нет Но вы уже знаете Так что ладно Тридцать пятый год Хороший год Копеечка тридцать пятого Тоже очень хорошо стоят пятаки Вот так что ладно Ладно Ну что ребята И Дмитрий подтянулся Вон он Диман наш дорогой Человек Болеет Прокапался И все таки приехал Человек прям знаете Слово Сказал что приедет На час на два Но все же приедет В Стольятти Это не близкий свет Евгений нас куда то покинул Где там фундамент Начал копать А куда где Непонятно Нету его здесь Значит что то интересное нашел Он жук еще тот К нам прибежал Пятак дернул двадцать четвертого И убежал И пошел заново что то искать Вот Человек фортовый Его нету Значит он Где то зашурфился У Михалыча только видно И шурфа Вот на такую глубину Мы сегодня Зашурфились Ну с находками не очень Но повторюсь еще раз Я сегодня приехал Чисто получить удовольствие От общения Давно комрадов не видел Ладно Идем дальше Итак ребят Евгений собрался Домой ехать И покажу Что он нас накопал Я его находки не снимал в процессе Несколько царей Копейка Затем серебро царское Маниста Пятнадцати копеек Разглядели Вот видите Серебро царское Двадцать четвертый год Пятачок Вам показывал Двушка Пятьдесят второй Пятак Сорок шестой Пуговка Орлянка Такая Пуговка в принципе Зачетная И еще одна копеечка Царская В общем Евгений пока Сегодня чемпион Раз царь Два маниста Три Три царяда Ну неплохо что пойдет Выехал Отдохнул Встретились Пообщались Пойдет Пойдет Есть чем зимой заняться Да? Чистка 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 Ладно Сейчас перекурим Чай попьем И последний Рывок Сделаем Михалыч там Зашурфился Дмитрий там Подали Так что Не знаю что из этого В нас выйдет Если еще будет Я обязательно покажу Ну что ребята Решили Немножко Время До конца добить Свой фундамент мы Забили Закончили И вот сейчас Старый за кем-то Шув И у Михалыча Вот смотрите Выпал Маленький крестик Штурвальчик Буквально вчера На огородах мы подняли Я удивился Что он такой маленький Штурвальчик И вот видите Очередной Маленький Красивенький Нечастый Такого размера Ладно Продолжаем И так ребята Ну и у меня Здесь вот Не глубоко в принципе Штык лопаты И идет Материк Иду вдоль Венца Первый венец И выковываю Монетку Год 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 Самое интересует Год 52-й трешка Вот такая Вот Вся Зеленая Не знаю После чистки Раковины будут Нет Время покажет Так что Смотрим В ближайшее время Начнется у меня чистка И Эта трешка Как раз В чистке будет Обязательно задействована Так что Смотрим Продолжаем Может что Аська 250-я Еще интересно Откопает Так что Смотрим Ребят Находка Совсем Советская Вот Такой Окаменелый Внешний вид И Это у нас После Реформы 61-го года Каменная монета Кстати Вон там Красавчик Который там копает Калыч Неподалеку Практически Верховой Поднял самовар Конечно же Фотографии Этого самовара Я вам Приложу Так что Самоварчик Скоро будет С чаем Ну а самовар Ребята Вот он Смотрите какой Самовар какой красивый Он выкопал Фотки я вам конечно Приложу Вот Такой вот И элемент один еще был Вот смотрите видите Чугунный Какой то Непонятный Вот Ну фото я поближе вам покажу Продемонстрирую А вот Он его уже Просто помыл Просто помыл Красавчик Между прочим с чайничком был Вот Он уже его приготовил К чаю Прочистил его Блестит Сияет Просто Блеск Блеск просто Вот Вот И еще у нас были Несколько фрагментов Сейчас я покажу Откопали Вот такой вот маленький Еще один На Прошлых копах Кто то мне сказал В личку Написал Под видео То что это Детский Нет ребят Это не детский утюг Он блин Такой тяжелый Какой то нафиг Детский утюг Вот Такими маленькими утюгами Тот был еще меньше Гладили вот портнички Вот Такой топор Древний еще был Тоже такой Тяжелый Такой Куба По моему Латунь Или медь Скорее всего медь Вот И весовая Вот Немножко железа Ну я что то тяжелое Собираю с собой А так вот мелочь Всякие Он мне не К ненадобности Но Михалыч взял мешок И Весь мусор Который там Чуть меньше килограмма Он Собирает Вон кстати Собирает Ну мы все Собираемся отъезжать Дмитрий Вон уже Поехал Дим спасибо За общение Очень было приятно Вас всех увидеть Выздоравливай Кстати После капельницы Приехал на коп Вот Вот этот Настоящий Камрадок Водоискатели Который намотает Сто километров Чтобы пару часов Покопать Он по моему Ничего не нашел Но удовольствие От общения От копа Получил И так ребят На этом я буду заканчивать К сожалению Обзор делать не буду Сами все видели Что ничего особенного Времени у нас было мало Начали шурфить После обеда Ну Деревня Уже выбита Настолько Что и шурфы Тяжело найти Да Михалыч Так точно Но все же Он выстреливает Самоваровыми Различными Крупногабаритным Железом Меди В общем Все 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 классно Сегодня самое что было Интересное Это вот Такой вот Классный Трофейный Возможно Немецкий Как мне сказали Немецкий Я его немножко Пошмрыгал И достаточно Такой хороший Экземплярчик Получился Вот сегодня Что интересно Подняли Царики А затем Были у нас Советики Серебровые Круженьки Так что Как-то вот так вот Откопали Обзор делать не буду Так что Не буду занимать ваше мнение Время И на этом все Солнышко садится Значит и нам Пора в машину И домой Так что До новых встреч На моих шуфах Сегодня очень-очень Интересно было От общения С парнями Ну и все Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok